Здравствуйте, уважаемые представители Знака Сдиакарак. Общий астрологический прогноз на октябрь 2023 года. В этом месяце два затмения Солнца и Луны. Месяц, конечно же, важный. Начинается месяц с того, что 3 октября ваш третий дом гороскопа переходит Лилит. Она туда заходит аж на 9 месяцев. У вас прекрасная возможность получить какие-то знания, но и также опасность неправильно распорядиться этими знаниями. Кроме того, есть еще и более физические опасности. Например, если вы приобретаете автомобиль, обязательно все перепроверьте, исправлены ли там все провода, вот эти шнурочки, я в них не разбираюсь. Но Лилит в третьем доме, это может быть, к сожалению, какая-то проблема с этими всеми штуками механическими, то, что там вращается и кружится, что это, мотор или что это. Осторожнее смотрите. Также даже если вы велосипед покупаете, тоже проверьте, чтобы все это было надежно, чтобы колеса, спицы, чтобы все было в порядке. Также по третьему дому змеями, искусителями, такими крысками, ларисками в вашем окружении могут оказаться соседи, вот ближайшее ваше окружение. Соседи, коллеги, родственники, братья и сестры, те, кто рядом с вами, те, кто живет с вами в одном городе, либо если вы в городе, то они в области, ну как пример. Вот эти люди могут реально что-то нехорошее делать. Ну, знаете, что нехорошее? Может кто-то вас обсуждает где-то за столом, понимаете, вечерами. Ну, а может что-то быть и похуже. Не хочу здесь никого пугать, но здесь такое бывает. Все-таки по третьему дому лилит идет, когда… Ну, знаете, это может быть так, что у вас накопилось, например, много сглаза накопилось, и вы уже себя плохо чувствуете, вам нужно это снимать. Да, если вы, например, были чистым, сделали чистку, и вас кто-то сглазил один раз, это еще так. А если вы, например, давным-давно, может, никогда в жизни вы не чистились, и у вас уже, а вам, может, уже 30, да, у вас уже так нормально поднакопилось всего этого, конечно, нужно бы вам почиститься. Дальше. Меркурий переходит в ваш четвертый дом 5 октября. Могут к вам приехать гости. И опять, что это за гости? Да кто угодно. Те же самые родственники, про которые я вам говорила. Все те же самые лица. Братья, сестры, дяди, тети, племянники, племянницы, люди, которые недалеко от вас живут, могут все прийти к вам в дом. Также к вам в дом может прийти какая-то одногруппница, одногласница, коллега, подружка. Ну, здесь опять много разговоров, и они всякие. Знаете, может, они очень хорошие. Тут опять вам рекомендация. Если приходили нехорошие люди, то, конечно, лучше бы дом после этого почистить. И заранее тоже. Посмотрите, в интернете есть множество способов, как уберечь свой дом. Если у вас есть четверговая соль, вы можете порог посыпать этой четверговой солью перед приходом гостей. А после их ухода помыть тоже полы, вымыть, сады же самой четверговой солью, чтобы убрать энергетику этих людей. Далее еще в третьем доме у вас Венера. Венера с 9 октября в вашем третьем доме говорит снова о том же, но больше делает акцент именно на женщин, на женский пол. То есть если это подруга, сестра, может быть, это ваша родственница, может быть, свекровь, вот на них больше внимания обращайте, кто к вам заходит в дом. Вот от них может идти что-то не очень хорошее, какая-то негативная энергия. Хотя при этом же они могут вам давать что-то хорошее, деньги дарить. Но опять, ребята, вам могут подарить деньги, и вы рады. Но с какой энергией вам эти деньги подарили? Могут подарить прекраснейший подарок, но не окажется ли этот подарок подкладом? Понимаете? А нужно ли оно вам? Пожалуйста, смотрите, да, обращайте внимание на качество. Если вам дарят цветы завявшие, но это явно не очень хороший признак, вы знаете, не очень хороший, наверное, так к вам не очень хорошо относятся. Эти цветы хорошо выбросить сразу же, да, и руки хорошо с солью помыть. И следующий транзит — это разворот Плутона в вашем седьмом доме. Гороскопа может говорить о том, что каким-то образом вот эта вся движуха может быть связана с событиями в вашем доме. Здесь, скажу вам честно, могут быть как положительные, так и негативные события. И в положительных событиях могут участвовать негативщики, и в негативных событиях вам будут помогать позитивные люди. Два примера крайних, которые могут с вами произойти. Первый пример — у вас свадьба, и пришла какая-то ваша подружка в кавычках, принесла вам вявший букетик на свадьбу. Второй пример — у вас развод, и пришла, к примеру, ваша коллега и принесла вам цветы поддержать вас, если вам тяжело, поддержать вам, чтобы немножко понять вам настроение. Вот такие противоположные энергии могут быть. По седьмому дому, по развороту Плутона, мне трудно говорить, я бы даже так сказала, 50 на 50. У кого-то из вас брак, у кого-то из вас развод, у кого нет таких кардинальных, существенных перемен в вашей жизни, тогда, в личной жизни я имею в виду, тогда может быть на работе что-то подписать или расторгнуть, какое-то соглашение. Это может быть и устная договорённость. Те самые вопросы, что я сказала про друзей, типа врагов, либо врагов, типа друзей, это здесь тоже может решаться. Причём не только на уровне поговорить, разобраться где-то у себя дома, на стрелку пойти, а может быть где-то в суде. Очень может быть, что если у вас проблемы, например, вы разводитесь, судитесь и с мужем делите имущество, то это суд. Если у вас дети, тем более это суд. Или если ваша компания куда-то попала в нехорошее дело и вас туда привлекли. Компания друзей ваших тоже может куда-то попала, неожиданно оказалась. Сейчас в наше время тут очень скользкие вопросы и также в зависимости от того, где вы живёте, в какой стране вы живёте, как относятся там к понятиям высоким и к стандартам правильным. Может быть, то, что неправильно считается правильным. И вдруг придёт оппозиция, например, к власти в вашей стране и срочно всё поменяет. Кто был героем, он станет преступником. Вот и здрасте, называется, вот и попали вы со своими друзьями. Так что смотрите, аккуратно выбирайте друзей, аккуратно выбирайте, с кем вы общаетесь, с кем вы ссоритесь, с кем вы миритесь. Это всё нужно делать как-то очень, очень взвесив все за и против. Если нужна вам будет какая-то помощь, поддержка, вы можете обратиться к человеку, который консультирует. Это может быть финансовый консультант, это может быть юрист, адвокат, смотря кто вам нужен. Может, вам нужен и торолог, здесь тоже такое может проходить. Для заказа торора, складика, либо личного гороскопчика, можете обратиться ко мне лично, номер телефона указан сейчас на экране, а также в описании, в комментариях под данным видео. Здесь какой-то разговорный может быть жанр, либо это также в этом месяце, точнее в сентябре, точнее ещё в августе, уже всё забыла, ещё в августе я начала практиковать психологические консультации, скажу сразу, что не всех я буду брать, по образованию я психолог, но брать, конечно, я буду не всех. ввожу новое направление, психологическая консультация, но, ещё раз повторяюсь, не всех буду брать, тестирование предварительное обязательно. Так, продолжим дальше. Марс переходит в ваш пятый дом гороскопа, это дом любви, детей, любимых занятий и хобби, и дальше этого пятого дома, энергии пятого дома, всё будет больше и больше. Уже 22-го туда же придёт Меркурий, а 23-го туда же перейдёт Солнце. Любовная тематика более актуальна для второй половины октября и дальше больше сказать уже про третью половину октября стоит. Но сначала давайте всё-таки вернёмся ещё к 14-ому октября, потому что здесь у нас затмение и затмение в вашем четвёртом доме гороскопа. Вы знаете, это символически есть ваш дом гороскопа, потому что это РАК, знак зодиака РАК, это четвёртый дом гороскопа. Вопросы, связанные с домом, с местом жительства. В принципе, здесь можно уже пособирать ту информацию, что я озвучила ранее, и всё понять. Вопросы, связанные со страной, с политикой ведущей партии в вашей стране. Ну, я посмотрю, где вы живёте, в какой стране. Может, вы живёте в тоталитарном обществе и какая там одна партия. Ну, в общем, здесь у вас решаются вопросы, связанные с вашим местом жительства в связке с политикой, которую проводит ваше государство. И что-то нужно делать. Кто-то из вас планирует переехать, продать, но не все могут. И даже больше ещё вам скажу. Может, вы хотите выехать, а судьба у вас как будто бы ещё больше, знаете, сиди здесь. Это может быть ещё того, что к вам приезжают родственнички, и вы сами никуда не можете уехать. Или что-то, какие-то смены, перемены в роду. какие-то обязательства у вас, какая-то завязка. Если вам должны денег, либо вы должны денег, вот вам и привязка к четвёртому дому. Может, вы никак не можете разделить это имущество, но никак не получается. Проблема какая-то с документами тоже может быть. То есть здесь желание сменить дом и новоселье хочется, но никак не получается. Что я вам скажу? Не расстраивайтесь, потому что это первое затмение только на оси вашей четвёртой, десятой дома. Дальше больше. Уважаемые раки, это только начало следующей полтора года у вас ещё на переезд. Поэтому кто не успеет переехать, а здесь многие не успеют переехать из тех, кто желает. Дальше будет больше. Процентов 20 из вас может быть только переедет куда-то в желанное место в октябре этого года. Ещё 20 процентов переедет уже весной. Дальше ещё, ещё, ещё. То есть возможности коридоры будут у вас у всех открыты. Но скорее всего, что от противного может пойти. Может быть, вы сейчас думаете ехать, не ехать, и просто случится что-то, что вы скажете точно буду ехать. Но вот когда вы это скажете, уже вы и не сможете. Понимаете, как? Может быть, от обратного вам придётся какой-то период переждать. ещё почему вы не сможете? Может быть, вы забеременеете. Или если вы мужчина, то ваша жена забеременеет. Да, здесь может это быть. Кто-то из родственников может ли? Может, кто-то из родственников. И вот вам. Да, вы только хотели уехать, и куда? Куда уже ехать? Здесь вот такая история может быть. Также у вас могут появиться внуки. Это уже не по солнечному затмению в октябре, а по лунному затмению 28 октября. Поэтому, если вы слушаете меня сейчас и вы ждёте внуков, это возможно для вас. Понятное дело, что если вам 30 лет, то нет, это не про вас. Но это общий гороскоп не забывайте. Так вот, для тех, кто на пенсии, здесь, может быть, внуки, вот может, вы уже собрались, думали, сейчас поеду, наконец-то заживу. Тут вам принесли подарочек. Говорят, пожалуйста, останьтесь, как понячитесь, с вот этими вот уже не вашими, а нашими детьми. Вот такая история может пройти. И всё. И вы, ну как это, что это такое? Что про вас скажут люди? Да что ж вы за бабушка такая, если не останетесь? Ну, видите, я же говорю, здесь какие-то цепи. Вот вы только захотите вырваться, вас как будто будут держать. Какие-то ваши обязательства, какая-то карма, какие-то завязки, привязки, долги. И если это не денежные долги, если у вас не кредиты, не ипотеки, то это моральные какие-то долги, когда будут вызывать к вашей сердечности. Пятый дом, три, смотрите, Марс в пятом доме, Солнце в пятом доме, Меркурий в пятом доме. Это знаете что? Это когда к вам смотрят с такими глазами, на вас смотрят с такими глазами, знаете, как у котика и Шрека, и говорят, ты что меня не любишь? И всё. И закончилась вся ваша свобода вот этой фразой. Понимаете? Манипуляция. У кого-то, конечно, у вас разные ситуации. Ребята, я понимаю, что у кого-то действительно вам нужно остаться, у кого-то вами будут манипулировать, а вы остаётесь в любом случае, потому что, ну, вот так вот прошла манипуляция, удалась. Может быть, вы даже её и не заметите. В 11 доме, когда происходит лунное затмение, вы смотрите на мир с точки зрения неба, то есть как вы сверху, вы выступаете как ангел, как сестра милосердия, такой вот миленький, добренький человек, такой божий одуванчик. Ну, вы и сами не понимаете, что вас обманывают. Вы и знать не знали, что какие-то другие были варианты у людей, кроме как вас позвать на помощь. Но вы идёте, вы при этом рады, с чувством, что вы выполняете долг, с какой-то миссией, вы думаете, что вы альтруист и очень даже помогаете людям. Последствия всего этого, того, что будет происходить в октябре, вы уже пожинать будете весной. Ребята, знаете, что с мини у нас всегда проигрывается, долгое время. Это не значит, что именно 28 октября, вот если ничего не происходит, значит, не произойдёт. Нет, это не факт. Затмение может продолжаться за месяц до, за месяц после, за три месяца до и за три месяца после. И потом ещё через три месяца снова затмение. Поэтому, конечно, любое ваше действие имеет последствия. И вы про это, пожалуйста, не забывайте. Здесь у вас может сбыться какая-то мечта о любви. Кто одинок, вы можете встретить любовь скорее всего в третьей декаде октября. Для тех, кто хочет жениться, для вас скорее вторая декада октября. Для тех, кто больше нацелен на заработки, на деньги, для вас более благоприятна первая декада октября. Возможно признание, возможно предложение, возможно деторождение, возможно путешествие, приятный отдых, приятное совместное времяпрепровождение. Но хочу вам напомнить, что затмение, которое будет в 11-м вашем доме 28 октября, это крайнее затмение в доме вашего альтруистического отношения к другим людям. Поэтому, ну если вас тут разведут, так сказать, на «помоги нам, ты же добрая», это будет крайний раз. Всё. Также это дом чужих детей. Если на вас уже повесят каких-то чужих детей, то всё это, скорее всего, будет крайний раз. И внуков то же самое, всё, может быть, ещё один годик вы с ними посидите учебный, а дальше вы на свободу вырветесь, если вы бабушка. Если вы работаете с детьми, может быть, такая история, что вы не захотите потом больше продолжать эту работу. Также по 11-му дому вы можете оставить работу с каким-то обществом, сообществом людей в интернете, если вы взаимодействуете. Так, что у нас ещё по 11-му дому? Спортивные секции, клубы, может быть, где-то тренер тоже захочет это оставить. Ну, кто-то оставит гулянки, разгульный образ жизни после этого затмения. Ну, какой-то коллектив, может быть, у вас какая-то компания, которую вы захотите оставить, это может компания друзей, либо опять-таки рабочий коллектив. По 11-му дому какие-то тусовки вы оставите, какие-то детские игры и непонятные вообще какие-то движения. Может, вы где-то сидите на каком-то форуме, может, вы подписаны на какие-то непонятные YouTube-каналы. Вот это всё вам захочется удалиться, чтобы не напоминали вам больше о вот этом вашем прошлом. Может быть, история такая, что вы выходите вообще во фриланс после этого лунного затмения. Особенно, если вы работали по 11-му дому с детскими коллективами, со спортивными коллективами, с творческими, может, вы какую-то, может, музыкант, музыкальную группу какую-то создавали, вели, держали её, то здесь уже всё, она распадётся, и вы сами будете сам соло, уже не в коллективе. Вот такие энергии, вот такие тенденции. В общем-то, тенденции таковы, что вы сбросите с себя лишний вес, лишний груз, лишнюю нагрузку. Какие-то дети вокруг вас, может быть, это ваш возлюбленный ребёнок, может быть, у вас какой-то человек младше вас, лет на 11, ваш возлюбленный, и вы с ним расстанетесь, потому что зачем вам этот ребёнок, зачем вам чьё-то дитя, которое непонятно как себя ведёт. Может быть, вот такой вот разрыв у вас будет. Какого-то, знаете, какого-то здесь вам могут дать какого-то ребёнка либо какой-то детский клетик, но вы скажете, это уже в крайний раз всё, я уже больше не смогу этих детей вывозить на своём горбу. Ну вот такая история, ребята. Почему я говорю много про детей, потому что знак зодиакарак, но вы, в принципе, любите детей, должны, по крайней мере, любить детей, если вы типичный представитель знак зодиакарак. Но вот здесь вы немножко устанете, здесь вам немножко, конечно, хочется переключиться на более лёгкие энергии, на более про любовь к себе. Будет много хотеться говорить «я, я, я, я», и, может быть, вот ту самую фразу, «ты что меня не любишь», будете говорить «вы», то есть вы будете позволять себе быть капризным ребёнком. Уже скажете «хватит капризничать», теперь я капризничаю, и всё, и будете капризничать по полной программе. Вот так вот, ребята. Всех благ, всего доброго.